Здравствуйте, меня зовут Ангелина, и я из Музея занимательных наук «Фокус». И сегодня я предлагаю вам вместе со мной окунуться в мир науки и посмотреть на привычные вещи под непривычным углом. Но начну я с небольшого лирического отступления, если позволю. Все знают, что лаборатория — это место силы любого ученого. Но что делать, если у вас нет такого укромного места, где вы могли бы отдаться науке? Не беда, ведь я с уверенностью утверждаю, что ваша кухня — это настоящая клависть интересных открытий. Чтобы не быть голословной, я докажу вам это с помощью нашей программы экспериментов, которая так и называется «На кухню». В ходе нашей программы мы будем отправлять в открытое плавание различные продукты питания. И первопроходцем в этом деле будет апельсин. Он довольно увесистый. Давайте его взвесим. Для этого я использую вот такие вот весы. Сколько же они нам покажут? 242 грамма. Что же, как вы думаете? Мне кажется, это довольно внушительный размер. Сможет ли апельсин такого веса спокойно плавать на поверхности воды, или он неизбежно пойдет ко дну? Давайте скорее проверим. Погружаем апельсин в воду. Он немного опускается, вытесняя воду, из-за чего вы видите, что уровень воды немного поднялся, но остается на поверхности. Что ж, довольно интересное наблюдение. Скажите, а я могу как-то опустить его или поднять еще выше? То есть сделать так, чтобы вода буквально выталкивала апельсин. Если апельсин весит так много, может быть стоит просто убрать его вес? Давайте проверим. Для этого я использую нож. И сейчас попытаюсь максимально быстро и аккуратно избавить наш апельсин от лишних компонентов, а именно от кожуры. Кстати, как вы думаете, сколько она весит? Она покрывает его полностью, поэтому думаю, что вес у меня внушительный. Если мы снимем кожуру, я предполагаю, что за счет уменьшения веса воды вытеснится меньше, и она будет лучше поддерживать апельсин над своей поверхностью. В связи с чем он будет настоящим плавком. И таким образом мы с вами докажем, что на то, насколько погружается то или иной предмет в воду, зависит его вес. Мы выдвигаем с вами так называемую гипотезу. Вообще все ученые выдвигают гипотезу. Гипотеза это то, что надо подтвердить или опровергнуть, проверив на практике. То есть с помощью экспериментов. Чем мы с вами сейчас и займемся. Так, я очищаю наш апельсин от кожуры. Все почти готово у нас. Осталось совсем немножечко. Я хочу по максимуму убрать вес. Поэтому тут буду хорошо стараться все убрать. Смотрите, кожуры не осталось. И сейчас контрольное взвешивание. 177 граммов. Ну, мне кажется, все довольно внушительное. С 242 до 172. В семи вичине, извините. Итак, готовы запускать нашего водолаза? Смотрите. Он опускается на дно, потом снова поднимается. Действительно держится над поверхностью воды. Но уже ниже. То есть моя гипотеза опроверглась. Вес того или иного тела не влияет на то, на какую глубину он погружается. Но скажите, почему более легкий апельсин погрузился еще ниже? И чем вообще отличается очищенный апельсин от целых? Именно кожурой. На самом деле, глубина, на которую погружается то или иное тело, зависит вовсе не от его веса, а от плотности. Что же такое плотность? Сейчас постараюсь вам объяснить. Плотность – это физическая величина, которая показывает количество молекул в той или иной единице объема. Все вещества состоят из маленьких частиц молекул. Предположим, что это та самая единица объема. То есть какое-то количество воды. В ней находится молекул. В воде они расположены вот на другом расстоянии. За счет этого только определенное количество таких молекул помещается в единице объема. Если мы будем располагать молекулы дальше друг от друга, то их получится поместиться меньше. А если ближе, то наоборот больше. Смотрите, в газообразных веществах молекулы находятся на более далеком расстоянии друг от друга. В твердых – близко. А в воде – что-то среднее. Так вот, получается, что плотность в газообразных веществах, она меньше, чем в жидких. А в жидких – меньше, чем в твердых. Смотрите, но почему же тогда апельсин, который является твердым веществом, с легкостью плавал над поверхностью воды? Это происходит из-за воздушной прослойки, которая находится между корой апельсина и непосредственно самой мякоти. Получается, что мы уже с вами поняли, что газообразные вещества – воздух. Его плотность намного меньше поверхности воды. За счет этого он должен как бы подниматься вверх и держаться над ее поверхностью. И он, в данном случае, эта воздушная прослойка, являлась спасательным жилетом для нашего апельсина. Как только мы ее сняли, воздух вышел, и он стал хуже удерживать апельсин. Потому что апельсин все-таки у нас твердое вещество, и плотность у него выше, чем у воды. Так вот, но за счет того, что в каких-то частях апельсина, а именно вот здесь, еще остался воздух, наш фрукт не ушел на дно. Что же, предлагаю вам посмотреть на еще некоторые интересные свойства порки апельсина, а именно на поры, которые там находятся. Я думаю, многие из вас рассматривали апельсин и видели, что и другие цитрусы, и видели, что здесь огромное количество маленьких точечек. Это поры, в которых находится такое вещество, которое называется лимонет. Лимонет – это такая кислота, которая отвечает за запахи цитрусовых. Именно поэтому ее довольно часто добавляют в различную бытовую химию, всякие посудомоечные средства и так далее. Для того, чтобы они пахли лимонами или другими цитрусами. И сейчас мне понадобится еще один компонент для того, чтобы показать интересные свойства лимонета. А именно латекс. Латекс – это такая резина, из которой иногда делают перчатки или же воздушные шарики. Итак, давайте посмотрим, как взаимодействует наша кислота лимонет с воздушными шарами. Так, мы выливаем немного сюда. Он лопнул. Смотрите, наш воздушный шарик мог лопнуть не сразу. Все зависит от толщины резины. Если бы он был очень толстый, то наша кислота, она бы постепенно его проедала, но в итоге взрыв получился таким же крутым. Итак, а мы с вами переходим к следующему эксперименту. Помните, я сказала, что мы сегодня будем отправлять плавать различные продукты питания. И сейчас очередь за изюмом. Но отправлять плавать мы его будем не в простое озеро, а в озеро газированное. Смотрите, я наливаю вот в такую флопочку газированной воды. Видите, как много там пузырьков газа. И добавляю туда изюм. Я беру изюм поменьше, чтобы эффект дольше и лучше работал. Давайте возьмем это крупным планом, для того, чтобы мы увидели, что происходит внутри полка. Смотрите, изюм, он опускается на дно. Затем его облегливают шарики воздуха и заставляют снова подняться. Там, видите, шарики воздуха на поверхности воды лопаются. И изюм снова опускается. У нас получилась вот такая вот лавовая лампа. Давайте посмотрим, насколько ее хватит. Предлагаю оставить ее здесь до конца программы и потом посмотреть, долговечна она или нет. Что же, изюм и апельсин мы уже отправили к вам. А что же насчет яиц? Предлагаю вам побыть архитекторами и построить лестницу из яиц. Мне кажется, звучит многообещающе. Итак, условие такое. Мы возьмем яйца и построим из них лесенку. Одно яйцо будет находиться здесь, другое здесь, а третье на поверхности стакана. И причем все эти стаканы должны быть полностью заполнены водой. Как же мы такое сможем осуществить? Мне кажется, интересная перед нами стоит задача. Я пока наполню стаканы. И перед этим скажу о том, что брать яйца мы будем вареные. Хотя с сырыми происходит то же самое. Но, чтобы они не разбились и не превратили нашу лестницу в непонятную кашу, мы возьмем именно вареную. Итак, ну вот незадача. Я сварила тут три яйца, а три оставила сырыми. И забыла, какие из них какие. Что же мне делать? Неужели разбивать? Нет, давайте не будем так радикально действовать. У вас есть какие-то предположения, как можно определить, какое яйцо вареное, какое сырое? Можно, в принципе, потрясти, но не думаю, что это очень надежный метод. Хорошо, не буду вас томить. Я знаю один способ. Надо их просто закрутить, как волчки. Смотрите, это яйцо очень хорошо крутится. А вот это крутится хуже. Хорошо крутятся вареные яйца. А сырые, они вращаются с меньшей скоростью. Почему это происходит? Вы ведь наверняка знаете, что внутри сырого яйца такой полужидкий белок. Жидкости, они вращаются с меньшей скоростью, чем твердые тела. За счет этого внутри крутящегося сырого яйца возникает определенное внутреннее сопротивление. И оно не дает ему так быстро вращаться. Что же, давайте определим, что есть сырое, что есть вареное. Так, это, очевидно, сырое. Это тоже у нас сырое яйцо. Это очень быстро вращается, значит оно вот вареное. Это сырое. Но давайте проверки ранее. Снова вареное. И вареное. Отлично. Мы определились с нашими водолазами. И самое время действовать. Сейчас я долью немного воды в еще один стаканчик. И мы начнем наш эксперимент. Этот я наполню только наполовину. Почему? Это пока что секрет. Но в свое время вы все узнаете. Что же, время начнется. Мы берем наше яйцо и аккуратненько, чтобы оно не треснуло. Опускаем на дно стакан. Смотрите. Почему яйцо опустилось? Мы уже с вами разобрали такое понятие, как плотность. Это если яйцо опускается, значит плотность яйца выше, чем у воды. И оно уходит на дно. Одна ступенька нашей лестницы есть. Но если яйцо плотнее воды, как нам сделать так, чтобы оно осталось посередине стакана и даже на поверхности воды? У вас есть какие-то предположения? У меня есть. Я предлагаю вам не разбивать яйцо и не совершать с ним никаких махинаций, а посмотреть на воду. Можно ли как-то изменить ее плотность? Думаю, что можно. Если яйцо у нас такое вредное и плавать в простой воде оно не хочет, предлагаю отправить его на море. Вот вы знаете, чем отличается морская вода от... Если яйцо у нас такое вредное и плавать в простой воде не хочет, то предлагаю отправить его на море. Вот вы знаете, чем отличается морская вода от прессы? Например, той, которая в озерах или реках. В морской воде большая концентрация соли. Именно поэтому в морской воде плавать легче. Плотность этой воды выше, и она как бы поддерживает тело на своей поверхности. Если будете в следующий раз на море, то попытайтесь запомнить эти ощущения и провести такой эксперимент. Я вам предлагаю сейчас добавить соль вот в этот стаканчик. Добавлять я буду 4 ложки, чтобы что наверняка. И сейчас моя задача будет хорошенько все размешать. Смотрите, вода даже помутнела. Это значит, что соль и вода вступили в реакцию и начали объединяться. Возможно, вам не видно, но вот здесь вот я очень хорошо чувствую, что на дне находится осадок. Так, я хорошенько его размешаю, чтобы как можно больше поднять плотность воды. Так, думаю, этого достаточно. Еще немного. Пусть оно все хорошенько прогреагирует. Что же, мы ненадолго откладываем соль и смотрим, согласится ли наше яйцо поплавать в море. Опускаем здесь. Вуаля! Оно остается на поверхности. Так, хорошо. Двумя ступеньками мы разобрались. Но что же делать с третьей? То есть, получается, что простая вода, она слишком имеет малую плотность. Следовательно, яйцо с легкостью опускается на дно. А соленое его даже наоборот слишком хорошо поддерживает. Что же тогда предпринять для последней ступеньки? У меня есть одна идея. Давайте мы вот эту вот часть стакана добавим туда соли, и она будет поддерживать яйцо. А сверху мы нальем немного пресной воды, которая бы с легкостью пропускала яйцо, и оно бы держалось как раз-таки на середине стакана. Согласны? Но добавлять соли мы будем согласно пропорции. Пропорции – это соотношение количества одного вещества к количеству другого. Смотрите, если мы на один полный стакан добавили 4 ложки соли, то на половину стакана мы добавим только 2 ложки соли. Этого хватит. Так, сейчас немножечко добавим. Раз. И еще одно. Два. И снова надо хорошо размешать, чтобы все у нас прореагировало. Смотрите, там снова осада. Пусть он перемешается с водой, чтобы поддерживать наше яйцо. Ага. Этого, думаю, достаточно. И теперь запускаем последнего водолаза. Итак, отрыхнем только ложку. Входим сюда. Смотрите, яйцо держится на поверхности воды. У нас действительно вырисовывается лесенка, но не забываем об условии, что все стаканы должны быть полностью забиты водой. Итак, самое время добавим немного отсюда, через ложку, аккуратно, чтобы оно не смешивалось. Так, смотрите, оно немножечко смешалось, но яйцо не поднялось на самый верх, поэтому наша лесенка действительно получилась. Что это? Я думаю, это ваш успех как архитектора. Поэтому я оставлю это здесь, чтобы мы могли любоваться. А сейчас я предлагаю вам попробовать себя в кулинарине. И приготовить очень необычный чай. Чай из капусты. Скажите, вы когда-нибудь пробовали такой? Я тоже нет. Но когда-нибудь надо начинать. Смотрите, что это такое у меня в руках? Узнали? Это капуста. Причем капуста не цветная, как вы можете подумать, а краснокочанная. И именно из нее мы будем делать чай. Смотрите, я вот здесь нарезала уже немножечко. И сейчас закину все, что я нарезала в заварной чай. Использую для этого... Может, что-то все было аккуратно. Для чего же нам может понадобиться такой странный чай? Как вы думаете? Для того, чтобы немножечко разобраться в химии и в природе веществ, которые нас окружают. Химия — это такая наука, которая изучает вещества, их строения и свойства. И как раз-таки к ней мы обратимся для того, чтобы понять, что происходит в различных средах. Что значит различные среды? В химии есть два абсолютно полярных, то есть противоположных понятия. Это щелочи и кислоты. Два этих понятия, они имеют абсолютно разные свойства. То есть одни реагируют с одними веществами и проявляют одни свойства, которые называются щелочными. А другие реагируют с другими веществами и проявляют кислотные свойства. Это повсеместно используется, куда бы вы ни посмотрели. Если вы используете какое-то мыло или даже лимон, в котором содержится лимонная кислота, то вы прибегаете к свойствам кислот. Если вы используете какие-то стиральные порошки, то вы прибегаете к свойствам щелочей. Итак, сейчас я залью наш чайничек водой и хорошенько выжму сок из нашей капусты. Смотрите, вода почти сразу приобрела такой насыщенный фиолетовый цвет. Смотрите, какой цвет красивый получается. В нашем случае капустный чай будет выступать в качестве индикатора. Индикаторы – это такие вещества, которые в различных растворах, например, кислотном или щелочном, могут изменять свой цвет. За счет этого мы сможем с легкостью определить, какой это раствор. Так, смотрите. Давайте добавим еще немного цвета, чтобы нам было легко ориентироваться. Получился вот такой вот красивый фиолетовый оттенок. Так, как я и сказала, мы будем использовать два вещества. Один из которых имеет кислотную природу, а другой щелочную. Для кислотной природы мы используем уксус 9%. Причем, обратите внимание, что этот эксперимент лучше проводить под надзором взрослых. Ведь уксус, а именно его эссенция, может очень плохо повлиять на ваши слизистые оболочки. Вы можете получить настоящий химический ожог. Итак, мы аккуратненько нальем вот сюда вот чай. И то же самое сделаем со вторым стаканом. Чтобы получилось примерно одинаково. Да, думаю, это все подойдет. Так, смотрим. И теперь нам необходимо добавить немного уксуса. Немного-то, значит, полторы чайной ложки. В один стакан. И немного соды, которая является щелочкой. В другой стакан. Добавляем примерно столько же. Смотрите. Теперь нам надо все хорошенько перемешать. Тот стакан с чаем, куда мы добавили щелочь, он окрасился в синий цвет. А стакан, куда мы добавили кислоту, окрасился в розу. Таким образом, мы видим, что наш вкусный чай работает как индикатор, то есть определитель среды, изменяя в различных средах свою окраску. Но что будет, если мы смешаем два этих цвета? Смотрите. Получается цвет, очень напоминающий нам изначальный цвет чая. Только здесь находится большое количество пузырьков, потому что запустилась очень интересная реакция. Реакция нейтрализации. Я вам сказала, что оба этих вещества, они имеют абсолютно противоположные свойства. И получается, если мы берем одну противоположность, и вторую, и соединяем их, получается в среднем что-то среднее. Так и здесь. Получается, щелочь нейтрализовала кислоту и наоборот, и получился вот наш изначальный вкусный чай. Пузырьки скоро из него выйдут, и он принес вообще свое первоначальное состояние. Ну, а на этом мы с вами отходим от темы химии и переходим к не менее интересным экспериментам, а именно к балансу. Итак, у меня есть вот такая вот честяная баночка. Неспа доктора Пеппера. Это очень известная фирма газировки, которая выпустилась еще с 80-х годов. И я наливаю туда немного воды. Так, мне кажется, что воды недостаточно. Что же я планирую с ней делать? Вы их сейчас увидите. Так. Смотрим. Смотрите, я налила ровно столько воды, чтобы она могла равномерно распределиться вот здесь. И чтобы вся масса, точнее весь вес, смог сосредоточиться в одной точке на ребре, куда я ее поставила. Вы можете попробовать то же самое с другими жестяными банками. Но предупреждаю вас, если банка будет слишком высокой, или наоборот слишком маленькой, или толстенькой, такой эксперимент довольно сложно будет провести. Именно поэтому мы использовали вот такую жестяную банку. Она имеет удобные очень поля, и сразу понятно, стоит она или нет. Поэтому, если вам удастся, то поищите такую в магазинах. Я уверена, вы сможете таким фокусом удивить своих друзей и родных. Итак, на этом эксперименты с балансом не заканчиваются. Есть еще кое-что интересное, чем я уверена смогу вас удивить. Помните, мы уже с вами были архитекторами и строили лестницу из гильц. Сейчас нам с вами надо будет устроить дорогу. Звучит масштаб. Предположим, что у нас есть с вами три населенных пункта, которые нам надо соединить дорогой. Но эти три населенных пункта находятся на довольно-таки большом расстоянии. На расстоянии одной палочки. Они все друг от друга находятся на таком расстоянии, поэтому сейчас мы их аккуратно доставляем. И, к сожалению, материалов для дороги не хватило. Купили всего три такие палки и сказали, соедините нам как-то дороги три этих населенных пункта. Если бы мы попытались просто поверх положить мосты, то ничего бы не вышло. Потому что нам не хватает материала. Как вы думаете, каким способом мы с помощью всего лишь трех вот таких вот палочек можем объединить три этих населенных пункта? Не буду вас долго томить. Есть один способ. Итак, сейчас торжественный момент. Я соединяю палочки. Думаю, это можно взять крупным планом. И получается вот такой вот мост. Хорошо, выглядит неплохо. Но для моста главное, чтобы он и выдерживал много. Как вы думаете, сможет ли мост выдержать вот такое вот яблоко? Интересно, сколько оно весит? 200 грамм. Я думаю, что неплохой груз для наших тонких палочек. Так, спокойно. Очень ответственный момент. Снова пытаемся поставить. Мост с легкостью выдерживает 200 грамм. Почему же такая хлипкая энергетика конструкция так много может выдержать? Такая конструкция называется самоподдерживающаяся. То есть из-за того, что палочки особым образом скреплены между собой, то есть они все друг к другу прилегают. И когда я начинаю давить на этот мост сверху, между ними уменьшается расстояние, они прилегают друг к другу еще сильнее. То есть наш мост становится еще прочнее. Такие конструкции самоподдерживающиеся мосты довольно часто использовались еще с 16 века. Думаю, если вы немножечко углубитесь в историю, то найдете там много всего интересного. Ну а теперь настало время для самого сложного и самого непредсказуемого эксперимента. Нам надо построить на маленьком пике этого яблока вот на вот этом пике большой ресторан, чтобы жители всех этих городов могли там праздновать свои дни рождения, свадьбы и все, что только они захотят. Как нам добиться такого результата, чтобы яблоко и все, что только можно, не полетело в бездну? Смотрите, сейчас я буду строить сам ресторан. Я возьму для этого две абсолютно одинаковые вилки. Желательно, чтобы они много не весили. И соединю их вот так. Вот так. Теперь между этими вилками я продеваю зубочистку. Так. Чтобы они вот так вот были закреплены. А теперь очень ответственный момент. Нам, наш ресторан, надо наследить на этот пик. Думаю, вы понимаете, какая это ответственная и сложная работа. Поэтому я заранее предупреждаю вас, что что-то может быть и не так. Но мы не будем отчаиваться и будем пробовать до тех пор, пока жители всех трех городов не останутся довольны. Так. Давайте еще крепче закрепим нашу зубочистку. Точно ли все держится? Точно. И теперь устанавливаем. Так. Смотрите, не хочет вставиться, она немного соскальзивает. Смотрите. Нам удалось установить наш ресторан на пике яблока. Но, к сожалению, не на долго. Что ж, думаю, у вас получится лучше, чем у меня. Потому что я вам, честно скажу, архитектурой не увлекаюсь. Но, тем не менее, думаю, стоит отдать должное, что вам удалось увидеть, что действительно такие конструкции возможны и легко осуществимы, если иметь определенную сноровку. Ну что же. А на этом наша программа подходит к концу. И я надеюсь, что с помощью экспериментов, которые вы здесь увидели, вы заинтересовались этой темой, придете на свою кухню и найдете там еще больше всего интересного. С вами была Ирина. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok